Во дворе на улице Свободы работает тяжелая техника. Здесь завершают укладку нового асфальтового покрытия. К ремонту приступили в апреле. В график укладываются. Уже сделана полностью подготовка под проезжую часть, это порядка полутора тысяч квадратов. Под парковки порядка 500-600 квадратов. Тротуары, вы видите, уже все сделаны, это еще около тысячи квадратов. То есть асфальт уже все. Ну и сейчас вот завершающий этап, кладем асфальт. Ремонт двора по улице Свободы стал возможен благодаря активности самих жителей. Люди узнали о программе формирования комфортной городской среды. Вместе поработали над проектом и предоставили пакет документов в районную администрацию. От нас было необходимо подготовить план, как мы видим, что мы хотим, чтобы у нас было, и передать эти документы в администрацию. Мы это в сроке были сжаты, мы буквально за месяц все сделали. В рамках вот этого проекта как раз придумали сделать нормальные хорошие парковки, чтобы люди не таскали грязь. И обновить площадку детскую и добавить нормальное футбольное поле. Всего в этом году в Кировском районе Самары по проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустроить территории возле 22 домов. Работы в этом году начали раньше запланированных сроков. Кроме этого, район участвовал очень активно в программе губернатора содействия. Мы получили одобрение 7 заявок, достаточно интересные заявки. Кроме этого, по программе главы города Лапушкина Елена Владимировна, мы еще в прошлом году провели выбор территории. 31 территория у нас имеет финансирование по благоустройству, по программе конструктор двора. Полностью завершить ремонт территории у 152-го дома по улице Свободы планируют к 1 июня. Жители надеются, что режим самоизоляции к этому времени будет снят, и они смогут отпраздновать открытие обновленного двора все вместе. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова